Украина призывает мировое сообщество жестко отреагировать на отказ России от соглашения об экспорте зерна через Черное море. Президент Владимир Зеленский назвал заявление Москвы острове сделки предсказуемым, обвинив российскую сторону в блокировании прохода судов с сентября и сознательном обострении продовольственного кризиса. Накануне Министерство обороны России заявило, что не может обеспечить безопасность морского пути после атаки беспилотников на базу Черноморского флота в Севастополе. Президент США Джо Байден назвал это решение возмутительным. МИД Литвы призывает к международной военной операции для защиты транспортного коридора и выполнения зернового соглашения. Украина тем временем подводит итоги прошедшей недели, отмеченной масштабными атаками беспилотников и ракетными ударами, от которых особенно сильно пострадала энергетическая система страны. За неделю с субботы по субботу сбито более 40 иранских ударных дронов. Значительное количество российских ракет, 6 ударных вертолетов-оккупантов, несколько их самолетов. Такой результат это сотни спасенных украинских жизней, десятки сохраненных объектов критической инфраструктуры. Генштаб Украины и Министерство обороны России заявляют об успехах в разных районах. В украинских схватках сказано о десятках ударов по местам сосредоточения войской техники, а также по позициям ПВО. В российском отчете упоминаются активные боевые действия под Купинском, Лиманом и в Херсонской области на западном берегу Днепра. Назначенная Москвой администрация заявляет об отбитой попытке высадки украинского десанта в районе Запорожской АЭС. Киев это не подтверждает. Субтитры создавал DimaTorzok